Продукт продакшен опыта и всяких исследований, поэтому воспринимайте как есть, без каких-либо гарантий. Давайте познакомимся. Меня зовут Владимир Иванов. Как уже сказали, я занимаю должность ведущего разработчика в компании ePAM. У нас называется primary skill, то есть основная моя специализация. Это андроид-разработка. Я больше семи лет занимаюсь разработкой андроид-приложений. Время от времени занимаюсь такой дисциплиной, как solution architecture. И недавно получил сертификат Google Cloud Architect. Это типа престижно, но проехали. Что насчет вас? Значит, давайте поднимем ручку, кто андроид-девелопер здесь. Прекрасно все. Кто-нибудь использует крутины где-нибудь? Так. Меньше трети. Хорошо. А в продакшене? О, в продакшене. О, круто, круто. Отлично. Значит, будет интересный разговор. Значит, текущий статус корутин, just for information, они почти зарележены. То есть вышли из беты. Как только Kotlin 1.3 выйдет, значит, корутины тоже будут объявлены стабильными. И наступит мир во всем мире. Я недавно проводил опрос в Твиттере. Значит, что у вас со статусом корутин? Вот кто-то говорит, что, вот 13% говорит, что корутины в проде. Все хорошо. Кто-то пробует в подпроджектах. У основной массы RxJava везде. Вот. Это грустно, потому что я верю в то, что RxJava — это слишком сложный инструмент для тех задач, которые она обычно решает, да, то, как девелоперы ее обычно используют. И корутины для этих задач, да, просто для управления синхронной работой подходят гораздо лучше. И если кто-то смотрел мои предыдущие доклады где-нибудь на CodeFest, на Mobius, в YouTube, еще где-то, отлично, то там я рассказывал про то, как рефакторить, собственно, с RxJava на корутины в Kotlin, и мы буквально 5 минут посвятим именно этому. Давайте вспомним вообще, почему мы используем корутины, да, почему кто-то из нас их уже в прод тащит и все такое. Потому что если мы идем с RxJava, то обычные примеры у нас вот такие. Да, у нас есть интерфейс какой-то, ну, например, мы пишем клиент GitHub, да, классика. У нас есть пара операций, которые мы хотим выполнить. Это логин, то есть залогинить пользователя и получить список его репозиториев гитхабовских. И в обоих случаях эти функции будут возвращать сингл, да, от каких-то бизнес-объектов. Это может быть GitHub-ьюзер или список GitHub-репозитори, неважно. То есть функции, которые возвращают синглы. Окей. Код, который будет использовать реализацию такого интерфейса, выглядит следующим образом. То есть мы берем composite-disposable, да, чтобы не было мемореликов. Добавляем туда вызов первого метода. Да, дальше используем всякие удобные операторы, типа flatmap, для того, чтобы мы получили пользователя. Теперь получаем список его репозиториев. Дальше всякий boilerplate пишем, да, для того, чтобы это выполнялось на нужных потоках. И когда все уже готово, когда мы получили, то мы там показываем список репозиториев для залогининого пользователя. Все хорошо. В чем трудности с этим кодом? На мой взгляд, он довольно сложный, да. То есть для простой задачи это два сетевых вызова и отображение чего-то на UI. Слишком сложный код. Stacktrace, который мы будем для него получать, они вообще говоря, они будут unrelated, да. То есть только одна строчка из всего stacktrace будет относиться к тому коду, который только вы напишете. Это грустно в отладке. И, возможно, существует некоторый overhead по перформансу, потому что RxJava генерирует очень много объектов под капотом. Может быть. Как мы бы написали то же самое, используя корутины до версии 0.26, потому что в 0.26 поменялся API, а мы с вами говорим про продакшене. Никто не успел еще, видимо, 0.26 затащить в прот, и хорошо. Но мы работаем над этим. Окей. Как изменится наш интерфейс? Он изменится достаточно существенно, потому что наши функции, они перестанут возвращать какие-либо синглы или еще вспомогательные объекты. Они сразу будут возвращать нам наши бизнес-объекты, то есть это GitHub-юзеры, список GitHub-репозитори. И то, что поменяется, появятся модификаторы suspend у этих функций. И это хорошо, потому что suspend нас почти ни к чему не обязывает. Если посмотреть на код, который использует реализацию уже этого интерфейса, то он значительно изменится по сравнению с RxJava. Как вы видите, основное происходит вот здесь. То есть мы вызываем coroutine-билдер асинг, дожидаемся ответа, получаем user-info, дальше используем какие-то данные из этого объекта, делаем еще один вызов асинг, вызываем await. И вообще говоря, все выглядит так, как будто никакой синхронной работы это не происходит. Мы просто в столбик пишем то, что мы хотим, чтобы выполнялось, и оно выполняется. Ну и в конце, конечно, выполняем ту работу, которую нам хочется выполнить на UI. И все хорошо, да? То есть этот код, он гораздо проще, проще читать. Он написан так, как будто он sequential. Перформанс этого кода, скорее всего, лучше, чем у RxJava. И к этому коду очень просто написать тесты, и к этому мы вернемся чуть-чуть позже в нашем разговоре. Окей. Есть пара вещей, которые нужно сказать, так сказать, сделать шаг в сторону. Первый шаг. Во-первых, кроме coroutine-билдера асинг, да, существует coroutine-билдер вот контекст. Кто-нибудь пользовался? Под контекстом. Окей. Кто-то пользовался. Хорошо. Почему? Потому что launch или асинг, они вообще говоря, создают новый корутиновый контекст, и вам не всегда это нужно, да? Потому что если у вас есть, например, какой-то корутиновый контекст, который вы хотите использовать во всем приложении, это достаточно частый метод, то вам не нужно заново его создавать. Вы можете просто переиспользовать уже существующий, и для этого вам понадобится именно coroutine-билдер вот контекст. Он просто переиспользует корутиновый контекст, который уже существует. Вы можете его передать и происпользовать. Это будет чуть-чуть быстрее. Насколько быстрее? Вроде бы раза в два, в три. Это не принципиальный вопрос сейчас, да? Если кому-то интересны конкретные данные, то вот там вот ссылочка есть, есть вопрос на stack overflow с бенчмарками и все такое прочее. Но общее правило такое, что там, где семантический виск-контекст вам подходит, используйте его, просто не думайте вперед виск-контекст. Но если вам нужна именно параллельная загрузка, то есть вы там несколько картинок загружаете в параллели или несколько частей данных параллельно загружаете, то async await ваш выбор. Окей, это шаг в сторону номер один. Теперь шаг в другую сторону. Что если вы рефакторите какую-то действительно сложную цепочку, такую Rx-овскую, вот это то, с чем я столкнулся в продакшене. У меня была сложная цепочка с паблиш-сабжектами, с зипами, с сайд-эффектами в каждом зиппере. И вот эти сайд-эффекты, они там на EventBus еще что-то слали. Их задача была в том, чтобы избавиться от EventBus как минимум. И вы знаете, я просидел день, я не смог этот рефакторить на Rx, на нормальный, без EventBus. Я просто выкинул все, за 4 часа переписал на карутины. Получилось очень легко. То есть вот это почти то, что у меня получилось. Делаем async для одной задачи, async для второй, async для третьей. Потом дожидаемся результата. Все это складываем в объект. Готово. Все. То есть если у вас какие-то сложные цепочки, если у вас есть карутины, просто рефакторить это реально быстро. Окей. Что нам мешает как разработчикам использовать карутины в проде? На мой взгляд, это страх. Мы чего-то боимся. Это что-то новое. И что это? Во-первых, мы не узнаем, что делать с лайфсайклом, со всякими нашими поворотами активити, с жизненным циклом фрагментов и так далее. Как быть с карутинами? Как с ними работать в этом случае? Второе. У нас нет опыта решения с помощью карутин, каких-то сложных продакшн-задач, которые перед нами встают каждый день. И не хватает инструментов. То есть для RxJava написано куча библиотек, Rxовсем, написаны всякие библиотеки функций, просто в самой RxJava куча этих операторов и так далее. И это хорошо. Что с карутинами? И мы не очень понимаем, как тестировать эти карутины. Если мы избавимся от этих четырех страхов, мы сможем спокойно спать по ночам, используя карутины в проде. Окей. И об этом как раз сегодняшний разговор. Давайте по пунктам. Первое. Lifecycle management. Что делать с lifecycлом? Окей. Довольно базовая мысль, что карутины на самом деле могут так же утекать, точно так же, как disposable ваши, точно так же, как async-таски и все остальное прочее, чтобы вы не использовали. Поэтому надо что-то с этим руками делать. И карутины хорошо бы останавливать, чтобы не было рандомных null-point-rexception. Так мы их не любим. В общем, окей. Давайте насчет остановки поговорим. Кто-нибудь встречал или использовал метод thread-stop когда-нибудь в своей карьере? О, господи, есть кто-то. Двое. Ужас. Ну, использовали недолго, правда, да, потому что в JDK 1.1 его сразу задеприкетили. И это сделали потому, что вы просто не можете брать и останавливать там какой-то кусок кода. Это невозможно. У вас никаких гарантий на то, что он корректно завершится, не будет. С большой вероятностью вы получите там memory corruption и все, никакой стабильности программы. Поэтому thread-stop не работает. Вам нужно, чтобы отмена была кооперативной, чтобы код на той стороне знал, что вы его отменяете. Окей. Как мы делаем это с RxJava? Мы берем, используем composite-disposable. Но иногда некоторые люди делают compose, но не будем сегодня рассматривать. Обычно disposable используют, правда? Как? Достаточно просто. Вы там в своем activity, фрагменте, презентере, где хотите, где вы используете свои Rx-цепочки, вы заводите переменную composite-disposable. И дальше, когда вы Rx-цепочку заводите, вы добавляете в этот composite-disposable и вон destroy просто делаете dispose, и все эксепшены уходят сами собой. Очень хорошо. Что мы будем делать с карутинами? А примерно то же самое. Смотрите. Начнем мы с простого. У нас есть какая-то одна задача. Все помнят, что карутин-билдеры возвращают какой-нибудь job. В некоторых случаях deferred, но обычно job. И мы можем просто запоминать вот этот вот job. То есть мы говорим, карутин-билдер launch, поехали, там что-то делаем. Запоминаем результат выполнения. То есть launch запускает функцию, если мы ничего там другого не передаем, и возвращаем нам, возвращает нам ссылку на job. Мы этот job просто запоминаем. И вон destroy, говорим cancel, и все хорошо. Это работает. Окей. В чем проблема с этим подходом? Правильно. Для каждой job вам нужен field, и это вообще не очень прикольно. Либо вам нужно поддерживать какой-то список job, для того, чтобы их все вместе отменять. И если вы это делаете, то вы дублируете код, а всем известно, что дублировать код плохо. Не делайте так. Есть хорошая альтернатива этому подходу. Во-первых, есть composite job. Сейчас я про него расскажу. Во-вторых, есть life cycle job. Про это тоже расскажу. Давайте. Composite job. Как бы мы хотели использовать вот аналог composite disposable? Примерно вот так. Заводить один job на наш фрагмент. Дальше все jobы складывать в этот composite job, и дальше говорить job cancel для всех. Хорошая новость в том, что это очень легко имплементируется. Это буквально четыре строчки, если не считать объявления класса. Вам понадобится map с каким-то строковым ключом. Дальше вам понадобится метод add, в который вы будете добавлять job. Дальше какой-то опциональный параметр key. Если вы, например, для одной и той же job хотите использовать один и тот же ключ, пожалуйста. Если нет, то хэш-код решает наши проблемы. Мы просто складываем в наш мэп job, который мы передали, и отменяем предыдущий с таким же ключом. Потому что если мы перевыполняем задачу, то предыдущий результат нас не интересует. Отменяем его. Делаем заново. Окей. Cancel реально простой. Получаем job по ключу. Отменяем. Ну и второй cancel, который просто для всей мэпы все отменяет. Вот оно, пожалуйста. То есть реально четыре строчки. Это пишется за полчаса, но если не хотите писать, возьмите со слайда. И это работает. Мы используем. Второй подход — это lifecycle aware job. Давайте немножко про lifecycle поговорим. Кто-нибудь пользовался? Вот Android lifecycle, lifecycle owner, observer. Observer не очень много, но есть. Это хорошо. Давайте вспоминать. Значит, все, я думаю, знают, что у наших компонентов, у activity фрагментов есть определенное состояние. Самое интересное — это created, started, resumed. Есть переходы разные между ними. Смысл в том, что lifecycle observer позволяет подписываться на вот эти переходы и что-то делать, когда какой-то из этих переходов случается. Выглядит это достаточно просто. Вы вешаете аннотацию с каким-то параметром на метод, и он вызывается тогда, когда вызывается соответствующий переход. Как мы можем использовать это для корутин? Достаточно просто. Можем написать базовый класс Android job, в который будем передавать lifecycle, да, и этот job будет реализовывать интерфейс lifecycle observer. Все, что нам нужно, это в конструкторе добавиться, да, в lifecycle в качестве observer и подписаться на onDestroy или на что-нибудь еще, что вам интересно. И сделать cancel onDestroy. Все. Дальше вы просто заводите один parent job в вашем фрагменте, да, вызываете конструктор Android job с lifecycle вашего фрагмента, activity, whatever, и дальше просто передаете этот parent job в качестве парента. Когда вы отменяете parent, отменяются все дочерние корутины. Это большой плюс. Поэтому вам больше не нужно ничего в фрагменте писать. Да, это очень круто. То есть никаких onDestroy, ничего. Теперь все происходит автоматически. Главное не забывать parent равно parent job передавать. Если вы это используете, вы можете написать простой lint rule, да, который будет вам подсвечивать, что о-о-о-о, ты родителя забыл. Вот. Супер. С lifecycle management разобрались, да. У нас есть пара инструментов, которые нам позволяют делать это все легко и комфортно. Пойдемте к следующей части. Что насчет сложных юзкейсов, да, каких-то нетривиальных задач, которые нам нужно решать с вами в продакшене. Что это за задачи? Во-первых, это какие-то сложные операторы, да, которые у нас были в Rx. Там flat map и ваши debounce и так далее. Во-вторых, это какая-то сложная обработка ошибок. То есть не простой try-catch, который вы написали, а какие-то вложенные try-catchи, сложные и все такое прочее. Третье. Это, например, кэширование. Да, кэширование обычно задача не очень тривиальная. Мы в продакшене с этим столкнулись и, соответственно, захотели что-то, какой-то инструмент получить для того, чтобы с карутинами легко решать задачу кэширования. Окей. Что с операторами? Первый оператор, который приходил мне в голову, когда мы думали над операторами для карутин, это был repeat. То есть нам хочется повторять что-то. Если карутина не смогла там внутри себя достучаться до сервера, или еще что-то пошло не так, то мы хотим попытаться несколько раз с каким-нибудь экспоненциальным фуллбэком. Вдруг просто соединение не очень хорошее. И, может быть, мы, повторив операцию несколько раз, мы получим нужный результат. Окей. Хорошая новость в том, опять же, что с карутинами все это очень легко имплементируется. Вот на экране вы видите реализацию такого оператора. Да, он принимает deferred. То есть вам понадобится вызывать async для того, чтобы получить deferred. Но на самом деле вы можете вместо deferred передавать просто здесь suspend block и передавать вообще все, что угодно, любую suspend функцию. Все будет хорошо. Ну и дальше банальный цикл for. Вы дожидаетесь, значит, результата своей карутины. Если что-то происходит и счетчик повторений не исчерпан, пытайтесь еще раз через delay. Если нет, то нет. Понятно, что вы эту функцию можете легко кастомизировать, да, для того, чтобы здесь был экспоненциальный delay, либо вообще передавать лямбду, которая будет delay вам рассчитывать в зависимости от каких-то обстоятельств. В общем, пользуйтесь, это работает. Окей. Дальше то, что, опять же, с чем мы сталкиваемся, это всякие zip-ы, да. И здесь, опять же, все очень просто. Просто применяйте свой zipper. И то, что вам нужно, это просто вызывать await на своих deferred. И, опять же, вместо deferred вы можете просто использовать здесь suspend функцию и там с каким-нибудь скрутин-билдером это использовать, с with-контекстом передавать контекст, который вам нужен. В общем, это, опять же, работает. Окей. Надеюсь, что этот страх я снял. Следующий сложный прям use case, про который хочется поговорить, да, это кэш. У кого-нибудь… Есть реализация кэша вот в продакшене с RxJava? Кто-нибудь использует? Окей. Окей. Смелее. Человек 10. Хорошо. У нас используется RxCache, да. Как вообще концепция кэша работает? Значит, у вас есть на view, там, view, view-модели, да, а справа есть… Справа. Справа есть источники данных. То есть это сетевые вызовы, да, база данных. И, естественно, вы хотите, чтобы что-то кэшировалось. Окей. То есть кэш становится еще одним источником данных. Давайте, опять же, да, сетевой источник, может быть, in-memory кэш. И, возможно, вы захотите еще persistent кэш, да, что-то на диске хранить, чтобы этот кэш переживал перезапуск приложения. Окей. Как вы бы могли написать кэш очень простой, самый примитивный, с коррутинами? Достаточно просто, да. Опять же, коррутин Builder with Context к вам приходит на помощь. Значит, вы исполняете каждую свою операцию с with-контекстом и смотрите, а приходят ли какие-то данные. Если данные приходят, не приходят из персистенса, да, вы пытаетесь из memory кэша получить. Если в memory кэше тоже нет, то, соответственно, идете в network source, получаете свои данные и не забывайте, конечно же, во все кэши положить. Понятно, что здесь много вопросов, да, и вообще говоря, это достаточно примитивная реализация. Но если вот вам кэш нужен в одном месте, то это way to go. Окей. Пойдемте дальше. Понятно, что этого кэша не будет хватать для продакшен задач, и нужно что-нибудь более сложное. Окей. Для тех из нас, кто до сих пор использует RxJava, мы тоже не все отрефакторили, у нас еще есть, можно использовать RxCache. Что это такое? Это специальная библиотека, которая позволяет вам не только кэшировать, да, какие-то ваши данные, но и управлять жизненным циклом этих данных. То есть вы хотите сказать, что вот эти данные устареют через 15 минут, пожалуйста, через этот промежуток времени не надо мне из кэша это отдавать, отдай мне свежие данные. И библиотека прекрасна именно тем, что она декларативно это поддерживает. То есть вы говорите, что вот у вас есть кэш-провайдер, да, декларация очень похожа на то, что вы делаете с ретрофитом. Дальше вы заводите метод и говорите, что вот live cache, его время жизни 15 минут. И ключ, по которому он будет доступен, это вот features. Эта штуковина возвращает observable от reply. Да, reply здесь это объект библиотеки, просто вспомогательный для того, чтобы вы могли работать с кэшом. Окей, очень удобно, правда? И хотелось бы получить что-нибудь такое же для корутин. Да, использование, кстати, достаточно простое. Вы с вот этого ex-cache вы обращаетесь к rest API, дальше обращаетесь к этому кэш-провайдеру, скармливаете ему вот этот вот cold observable, и дальше библиотека сама разбирается, что на самом деле нужно сделать. Сходить в кэш или уже истекло время, и нужно обратиться к этому observable и так далее. В общем, очень удобно. Хорошая новость в том, что внутри ePama мы делаем сейчас библиотеку crowting cache, которая будет делать практически все то же самое, что происходит для RxCache. Сейчас мы написали первую версию, обкатываем ее внутри компании, и как только выйдет, соответственно, первый релиз, я с удовольствием напишу об этом в своем твиттере, подписывайтесь. Вот. Выглядеть это будет следующим образом. Да, опять же, у нас будет какой-то get features. Это будет suspend функция. И мы будем вот эту вот suspend функцию в качестве блока передавать в специальную функцию высшего порядка, with cache, да, и эта функция сама будет разбираться, а что, собственно, нужно сделать. Возможно, мы сделаем такой же интерфейс, да, чтобы поддерживать декларативные функции. Ну, в общем, следите за новостями. Окей. Что насчет обработки ошибок? Давайте с ним разбираться. Простая обработка ошибок с крутинами, да, делается через trycache.finally. Мы с вами видели это уже несколько раз. И обычно все достаточно просто. Да, если у вас нет вложенных каких-то вещей, то в кетче вы ловите exception, смотрите, что там произошло, и делаете что-то еще. Там влог пишете или там, не знаю, показываете ошибку пользователю, потому что на UI вы это можете сделать легко. В общем, в простых случаях все ожидаемо просто. Но в продакшене, как это часто бывает, все не обходится простыми случаями. Да, есть какие-то вложенные trycache, есть много разных видов exception, которые могут возникать. Там в сети что-то пошло не так, в бизнес-логике что-то пошло не так, пользователь что-то не так сделал. Опять пользователь во всем виноват. Окей, но мы должны быть к этому готовы. Хорошо. Что делать? Есть несколько путей, которыми вы можете пойти, которыми мы пытались ходить. Во-первых, есть такая штука, называется coroutine exception handler. Кто-нибудь пробовал? Воу, никто не использовал. Круто. Есть еще подход с result классами. Про это я сейчас тоже расскажу. Окей, давайте попробуем с coroutine exception handler разобраться. Значит, это очень удобная штука. Это специальный класс, который предназначен для того, чтобы обрабатывать как раз сложные случаи возникновения ошибок. Позволяет он делать вот что. В exception handler вы можете принять в качестве аргумента ошибку, ваш exception, и дальше как-то его обработать. Как мы обычно обрабатываем сложные ошибки? Пользователь что-то нажал, что-то не сработало, ему нужно сказать, что-то пошло не так, и направить его на какое-то действие. Может быть, чтобы он проверил интернет, что у него там Wi-Fi включен, либо чтобы он попробовал позже, либо чтобы он удалил ваше приложение и никогда больше не пользовался. Окей, как мы можем ему это сказать? Достаточно просто. Вот мы заведем какое-то дефолтовое сообщение, что-то пошло не так, и дальше проанализируем наш exception и посмотрим. Если это connection exception, то давайте мы переведем это сообщение, возьмем из ресурсов локализованное сообщение и скажем, что человек, пойди включи Wi-Fi, пожалуйста, твои проблемы уйдут, я гарантирую это. Либо сервер что-то сказал неправильно, и нужно сказать ему, что пожалуйста, пожалуйста, там, не знаю, вылогонись, залогись заново, или попробуй, не делай этого в Москве, сделай это в другой стороне. Либо что-то еще пошло не так, и типа извини, товарищ, это все, что я могу, просто сказать, что что-то пошло не так. Либо если это какая-то другая абсолютно ошибка, out of memory там, то просто говорим, что что-то пошло не так, извини. Ну и, естественно, это все выводим. То, что вы здесь пишете в корутин-эксепшенхендлере будет выполняться на том же диспатчере, на котором вы, собственно, запускаете корутину. Поэтому если вы делаете launch UI, то вот это все происходит на UI, вам не нужно отдельного диспатчинга, здесь делать очень удобно. Очень хорошо. Окей. Использование реально простое. Есть оператор plus, да, и вы просто в свой корутин-контекст засовываете этот хендлер, и все работает. Шик. Очень удобно. Мы какое-то время пользовались. Потом мы поняли, что этого тоже может не хватать, потому что так вы делаете только обработку ошибок. Если вы делаете какую-то обработку сложного результата, который формируется в результате вашей корутины, может быть, он состоит из нескольких данных, или из разных частей, или может обрабатывать несколько ситуаций, то другой подход помогает с этим справиться. Подход result класса. То есть где-то в слое вашей бизнес-логики вы заводите result класс, он, конечно, сил. и дальше от него наследует все два других дата-класса. Это success и error. В success вы передаете свои данные, которые будут формироваться в результате выполнения корутины. Да, в error вы просто складываете exception. И все. И дальше вы можете свою бизнес-логику реализовывать следующим образом. То есть вы вызываете, опять же, корутин-контекст какой-то. Ну вот, вид контекст. Крутин-билдер. И дальше вы можете обрабатывать разные ситуации. Например, у вас не залогинен и пользователь. Все, сразу выходим, говорим, что это error. И пусть логика повыше его обрабатывает. Либо мы можем вызывать какой-то REST API или что-то еще, другую бизнес-логику. Если все хорошо, то возвращать result success. Если случается исключение, то возвращать result error. Этот подход позволяет, например, вам делегировать обработку ошибок куда-то дальше, хотя exception handler тоже так делает. Мы пошли вот таким путем. Вроде все работает, тесты писать удобно. Мы используем этот, но, естественно, вы вольны использовать exception handler тоже. Ну, и try-catch никто не отменял. Окей. Последняя штука, которая нас может волновать и мешать нам спать хорошо, это тестирование. Ни для кого не секрет, что если вы пишете unit test, то вы гораздо более уверены в том, что у вас все работает правильно. Естественно, с корутинами нам тоже хочется писать unit test. Окей. Давайте посмотрим, как это делать. Глобально для того, чтобы писать unit test, нам нужно решить две задачи на самом деле. Это уметь подменять контекст, на котором все происходит, и уметь макировать корутины. Правда? Давайте разбираться. Как выглядит ваш презентер? То есть у вас есть какой-то метод, например, логин, и в нем вы запускаете вашу корутину. Я сейчас опустил здесь работу с life cycle, потому что неважно. И эта корутина явно использует UI контекст. И вообще говоря, для тестов это не очень хорошо, потому что один из принципов автостабилити говорит, что все зависимости должны явно передаваться в метод или в класс. Здесь этого не происходит. Поэтому этот код нужно улучшить для того, чтобы можно было написать unit test. Улучшение достаточно простое. Вам необходимо просто в этот метод логин передавать корутин контекст. И понятно, что в коде вашего приложения вы не хотите везде передавать это явно, но kotlin for the win, дефолтовые параметры, пожалуйста, просто напишите, что это должен быть UI по умолчанию. И дальше вызывайте свой корутин билдер с тем корутин контекстом, который передаете в метод. Таким образом в unit test вы можете сделать следующее. Вы можете завести свой логин презентер и дальше вот этот метод логин вызывать с каким-то контекстом, например, с unconfined. Unconfined говорит, что корутина будет запущена на потоке, который запускает эту корутину. Собственно, поэтому это вам позволяет писать тесты и проверять дальше следующей строчкой, что у вас все выполнено хорошо. Окей. Контекст подменять научились. Что насчет макирования корутин? Тут все тоже очень хорошо. Кто-нибудь использует mock.ak для unit test? Если не использует, очень рекомендую. Это такой легковесный фреймворк для unit test, написанный на Kotlin, специально написанный на Kotlin, когда он появился. И с корутинами там легко очень работать, потому что вы можете suspend функцию или корутину подменить с помощью специальной функции co-every, и просто вместо вызова корутины вы сможете возвращать бизнес-объект, который вам интересен. Здесь, например, вызов логина вместо корутины возвращает просто GitHub-юзер, и все. Если у вас Makita Kotlin, у кого Makita Kotlin? Окей. Все остальные не используют магирование. Правильно? Рекомендую использовать. Помогает. Тут все немножко сложнее, потому что вам придется делать какие-то пляски с бубном. Возможно, есть способ покрасивее, но сейчас мы пользуемся таким, что мы используем просто run-blocking и с given-блоком делаем то же самое, что мы делали на предыдущем слайде. Окей. Самое главное, что мы можем написать теперь уже полный тест на наш презентер. Мы можем подготовить какие-то свои бизнес-данные, вот, например, GitHub-юзер. Дальше в логин презентер, опять же, явно передать зависимость на наш API. Но теперь он будет замокирован. Как вы его мокируете up to you. Дальше вы вызываете этот презентер-логин с unconfined контекстом, опять же, и дальше вы просто проверяете, что в вашем презентере сформировались все нужные данные, которые вы ожидаете. И все. То есть тестировать коррутины оказывается реально просто. Очень хорошо. Тут я хотел бы подвести, в принципе, summary, да, подвести некоторые итоги. Значит, первое, что я хочу сказать и в то, что я глубоко верю, и то, что вижу на практике, это то, что рефакторить Rx-код на коррутины очень просто. И обычно это даже проще, чем рефакторить Rx на другой Rx. Поэтому, если завтра, да, может быть, завтра вам понадобится что-то рефакторить, пожалуйста, подумайте о том, чтобы использовать коррутины. Второе, когда вы используете коррутины, вы можете действительно легко покрывать ваш код тестами. А unit test — это залог качества. Я думаю, что в наших с вами интересах, в интересах наших пользователей, чтобы наши приложения были качественными. Поэтому welcome. и из нашего опыта сами по себе коррутины, да, то есть вот весь фреймворк, все библиотеки, которые вы используете, сами по себе они не генерят крэши. У нас нет никаких проблем с этим. Поэтому нет ничего, чтобы вас останавливало от того, чтобы тащить коррутины в прот. Поэтому just do it. Давайте, ребята, поехали. Окей. Несколько полезных ссылок. Пару слайдов буквально. Значит, первое, если вы только начинаете знакомство с коррутинами, пожалуйста, обратите внимание на эту статью. Ее написано… И там расписано практически все, что вам нужно знать для того, чтобы начать с коррутинами работать. И lifecycle, и коррутин-контексты, и разница между коррутин-билдерами, и вообще все остальное. Окей. Второе — это, собственно, краутинс-гайд, думаю, без комментариев. И третье — хорошая новость в том, что всякие примеры, да, и лабораторные работы, которые обучают вас работать с андроидом или с котленом или еще что-то, они начинают использовать коррутины в своих примерах, в своих training materials. И недавно Роман Елизаров очень этому радовался в твиттере. Вот. И я тоже порадовался. Пожалуйста, переходите по этим ссылкам. Скорее всего, этот PDF-чик будет доступен уже буквально через полчаса в Telegram-чатике, поэтому… Окей. Значит, полезные ссылки номер два. Я тоже пытаюсь контрибьютировать, как могу. Поэтому, во-первых, подписывайтесь на мой твиттер. Я часто пишу про мобильную разработку, иногда про архитектуру. Второе — читайте мои статьи на Medium. Там сейчас вышла целая серия статей о кишочках инструментов для фоновой работы в андроиде, начиная асинктасками, заканчивая коррутинами. И сейчас я пишу серию статей про то, как рефакторить с rxjava на коррутины. Одна статья уже вышла. Пожалуйста, читайте. Это много полезного материала. И полезная ссылка. Ровно через два месяца здесь, в Москве, не в этом здании, 8-9 декабря состоится конференция Mobius, где будет очень много всего про мобильную разработку. Пожалуйста, приходите. У меня все. Ждем релиза Kotlin 1.3. Да, и еще, прежде чем вы начнете задавать свои вопросы, значит, за самый лучший вопрос я выдам подарок. Какой не скажу. Отличный доклад. Спасибо. Мы хотим поздравить тебя с своим докладом. О, спасибо большое. Вручить сертификат и кружечку. Отлично. А теперь ваши вопросы. Да, пожалуйста, давайте. Давайте отсюда начнем. Справа. Спасибо за доклад. Если сравнивать RxJava с карутином, скорее всего, лучше брать карутины с каналами. Да, это верно. У меня вопрос про каналы. Я не нашел операторов, которые комбайнят несколько каналов. И у меня частый кейс, например, с комбайнить не только какой-то обзор был, но и какой-то символ с обзор был. Что, ну, как вы поступали в таких случаях? Ну, у меня в продакшене не было таких случаев. Вот. Давайте сделаем следующим образом. Вы напишите свои юзкейсы, да, где-нибудь в Телеграме или еще где-нибудь. Вот я их запишу и передам своим ребятам. Мы подумаем, как бы, может быть, можно написать операторы, да, для карутин, для каналов, которые бы эти случаи разруливали. Окей? Хорошо, спасибо. Да, потому что, да, я сказал про библиотеку Крутин Кэш, которую мы пишем. На самом деле для Крутин Кэша мы еще делаем вспомогательную библиотеку Крутин Оперейтерс, да, и там будут операторы, которые вы услышали здесь, там, zip и что там еще. Вот. И, соответственно, если у вас идеи про то, что вам было бы полезно, да, получить, пишите их мне. Мы постараемся это учесть и выложить в открытый доступ. Спасибо. Прошу вас за доклад. Есть вопрос по 60-й плюс версии Крутин, которая вышла и которая изменила от PPI. Как было сказано, там же вешается теперь Крутин Скоп, соответствующий. Вот. И вот вопрос. Если у меня в архитектуре, ну, Clean Arch, презентер, интерактор, репозиторий. Вот если я на презентер вешаю на базовый класс этот Крутин Скоп, Dispatchers Main, и, соответственно, вызываю ланчи уже в конкретных дочерних презентерах, да, то я правильно понимаю, что жизненный цикл этого Крутин Скоп будет влиять и на дочерние презентерах тоже, таким образом убивая при умирании презентера все ланчи соответствующие, ну, то, что вы описывали, новый API покрывает… Да, 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 все верно. Вот, это как-то, ну, хотел бы это уточнить. Да, 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 это прям очень удобно. Вот. И 60-й слайд, если можно. Да, конечно. Там вы написали свой zip оператор, и вопрос зачем, потому что, ну, когда запускаешь deferred функцию, не вызывая await, это у вас тоже было в примерах, то она уже исполняется. Зачем делать явно zip, пробивать это функцией гвоздями вот таким вот кодом, если это уже работает, там просто await в нужном месте и поехали. Но await в нужном месте, да, хорошо, но не факт, что у вас карутина будет запущена сразу, да, там на самом деле зависит от параметров запуска. Да, конечно. Вот. Мы написали это для того, чтобы просто облегчить какую-то миграцию, да, для того, чтобы понимание это… Вот. Но на самом деле, да, вы абсолютно правы. И позвольте себе третий вопрос быстро. Тестирование. Так как у нас CleanArch и все чистые функции в интеракторе, а презентер просто их вызывает, то очень удобно делать просто тестирование run-blocking и вызов функции интерактора, и все без каких-либо там определений, что unconfined и прочее. Да, можно так, но тут есть нюанс. В определенных версиях, по-моему, в 0.24 или в 0.25, я боюсь ошибиться, была проблема, что run-blocking выбрасывал exception просто. 26-я версия, я тоже плевался, но там есть system property, который нужно положить. Да, да, да. Ну, это потом убрали, слава богу, да. Да, и потом это убрали, поэтому… Но просто зачем, ведь снова же все вот эти вот лишние слова, когда можно run-blocking и все? Ну, слушайте, смотрите, давайте так. Не в каждом приложении у вас будет Clean, да, не везде будут интеракторы, и нужно попытаться как бы максимальное количество юзкейсов покрыть. Спасибо большое. Да, поэтому… Да, вы, конечно, абсолютно правы, run-blocking, чистая функция, поехали. Спасибо, было круто. Да, давайте дальше пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за доклад. Такой вопрос. Есть ситуация, когда мы грузим какие-то данные, уходим с экрана, возвращаемся обратно, и мы должны эти данные получить и не перезагружаться заново. А бывает, что мы пока уходим, данные все идут и идут, и мы должны все эти данные все равно получить. Вот такая ситуация. Ну и так получается, это горячий, горячий опсору был. А как обойти на корротинах такую ситуацию? У меня есть два варианта. Первый – это презентер, да, который переживает поворот, тогда ничего не нужно делать. Вот. Второе – есть каналы, опять же, да. Нет, тут немножко другое. Именно как вот заморозить этот поток событий, чтобы они набивались, получается, в очередь, и мы их потом просто отобразили по очереди. Так у вас channel поддерживает буфер. Понял. То есть там есть broadcast channel, да? Вот он будет запоминать последовательность этих вот событий. Если вы делаете conflated broadcast channel, он не будет запоминать, будет только последний отдавать. Поэтому каналы. Понял. Спасибо большое. Еще вопросы? И у нас есть время на один только вопрос. Дальше, к сожалению, придется переместиться в discussion-зону. Спасибо за доклад. Вопрос такой более приземленный. Вы упомянули, что у вас там был рефакторинг, уйти совершенно ковин-пасса. Да. Вот, собственно, случай такой, что под капотом, ну, мы нанимаемся в видео, под капотом плеера мы можем переходить между аппаратным ускорением, можем обратно возвращаться в софтварное ускорение. И довольно удобно как раз-таки использовать eventbuzz, отсылая вот там, ну, в силу класса ивентов, ивент улетает, мы все отслеживаем. А в случае с корутинами вообще-то как это можно сделать? Ну, мне в голову приходят каналы, конечно, что вам нужно как-то вот эту ссылку на канал передать. Как это конкретно сделать, надо подумать, потому что иногда, возможно, вам не нужно переходить на корутины. Иногда eventbuzz — это окей. Просто не нужно все приложение на нем строить. Вот. Поэтому отдельные юзкейсы, может быть. Вот. Ну, давайте это в дискуссионной зоне, может быть, да, пообсуждаем. Окей. Вроде… Я спрошу. По вашему мнению, есть ли вокруг корутинов такой же хайп, как в свое время был вокруг Rx, что позволит корутинам все-таки вот такие вот всякие зипперы, которые вы пишете, что их комьюнити напишет, и оно будет как бы уже готовое, а не нужно будет самому писать? Это, собственно, причина, по которой мы пытаемся это вот все в библиотеку положить и выдать в open source, чтобы как бы драйвить вот это вот комьюнити. Ну, то есть, да, я считаю, что корутины получат свой хайп, получат свою популярность, и мы придем туда когда-нибудь. Ответил на вопрос? Да. Окей. Отлично. Супер. Все тогда. Давайте переместимся в дискуссионную зону, а подарок я хотел бы вручить молодому человеку в футболке NASA за классные, насыщенные вопросы. Уху! Спасибо большое! Было классно! ПОЁТ. Спасибо. Продолжение следует...